Сегодня у нас очередной открытый урок по курсу Enterprise Architect. И сегодня мы поговорим про информационную архитектуру. На самом деле, так как все-таки открытое занятие, оно больше нацелено на общую, скажем так, публицистику, на общее просветительское направление. Нет, мы больше будем разговаривать в целом про концепцию data-driven, про data-driven организации, коснемся цифровых двойников и многого другого, всего, что с этим связано. Я же вас призываю задавать мне вопросы, давать комментарии, закидывать какие-то мысли, чтобы мы могли вместе это как-то отрефлексировать. Ну и мне было, опять же, за что зацепиться, что вам интересно. Может быть, то, что сразу не придет в голову рассказать, расскажу. По классике, так, по пути открытого урока мы начинаем, соответственно, со знакомства, дальше рассказываем про отус, пробегаемся достаточно подробно по теме нашего занятия, потом смотрим на лендинг курса, ну и так далее. Коллеги, кто меня сейчас слышит, я прошу вас немножко под желание рассказать о себе, ну и, собственно, дать какую-то информацию. Пишите в чат какие-то, ну, короткие комментарии о себе, то есть кто вы, откуда, и что бы вы хотели узнать из этого занятия. А я себе скажу, что, собственно, меня зовут Петр Подымов, я руковожу развитием продуктового подхода в Ингострахе, в целом занимаюсь трансформацией бизнеса уже довольно долго, в частности, построением экосистем, ну, в том числе, таких достаточно крупных экосистем, которые вы видите на рынке. Я немножко приложил руку, соответственно, в рамках курса я больше делаю акцент на стратегию, на бизнес-архитектуру, на то, как выстраивать организацию. Ну, здесь, поэтому, конечно, даже говоря про данные, говоря про информацию, мне хочется коснуться этого идеологически, стратегически, культурно, вот с этих точек зрения, при этом не теряя, в общем-то, прикладного аспекта. Ну, соответственно, Владимир, какие интересные проектные работы запомнили, что должна покрывать проектная работа на курсе? Ну, вы знаете, сложно сказать, какие запомнились, много у нас интересных проектных работ, а для меня самые интересные проектные работы удовлетворяют, ну, там, ну, нескольким, буквально по пальцам перечитать критерии. Ну, во-первых, это практическая применимость, то есть, главное, ну, для меня важно, чтобы проектная работа, она в том числе в ходе курса, в ходе этих четырех месяцев уже раскатывалась, внедрялась, опробировалась в компании. То есть, чтобы мы принимали архитектурные решения не в вакууме, да, не в абстракции, а, собственно, уже на конкретной, там, на конкретной фактуре. Второе, это, конечно, охват, то есть, чтобы бизнес-кейс, проектная работа была достаточно масштабной. Ну, и третье, это экономика и бизнес-применимость. Ну, то есть, конечно, интереснее кейсы, когда мы говорим о бизнесе, заходим на него стратегически и видим потенциальный эффект, ну, исчисляемый какими-то существенными цифрами. Ну, даже приблизительно, да, потому что у нас никто не заставляет перепроверять, но даже приблизительно. То есть, например, там, построить логистическую компанию, ну, да, это прикольный кейс. Запустить, условно говоря, направление в сфере типа а-ля госуслуги, ну, тоже так неплохой кейс. Ну, и так далее. Ну, надеюсь, так вот в первом приближении ответил. По поводу отуса. Ну, как вы, наверное, знаете, вы читали, ну, стоит проговорить то, что отус специализируется, ну, в первую очередь на обучении в сфере IT. Дальше, ну, как бы, вот есть определенная плеяда курсов в сфере менеджмента, ну, опять же, отталкиваясь от, как правило, от IT-базы. Ну, вот, тем не менее, и в рамках вот этой плеяды курсов у нас, соответственно, есть курс «Корпоративный архитектор», который сочетает в себе и стратегический такой подход, и взгляд от бизнеса, и существенные эти составляющие. То есть, end-to-end, фактически, проходят от стратегии до реализации в области цифр, там, ну, доходят фактически до инфры. Но, как бы, не уходя, конечно, в инфру очень уж глубоко. Соответственно, учатся в отусе и корпоративные клиенты, и, соответственно, студенты, кто пришел как физические лица. С самых разных уровней, и это правда, я действительно встречал на потоках своего курса, в том числе, топ-менеджера. Но также он, оказывается, полезен, например, и аналитикам, и тех лидам, которые хотят немножко в сторону бизнеса, в сторону структурирования своих знаний по IT. То есть, это достаточно универсальный курс и достаточно широкая аудитория, с которой мы работаем. Самое главное, чтобы было с чем работать, то есть, и с кем. То есть, была мотивация, и был, соответственно, сценарий, к которому эту мотивацию приложить, ну, чтобы получить практический эффект. Как для студента, так и для компании, желательно, где он работает. Образовательные лицензии, стеотуса, соответственно, программу повышенной. Корочки о повышении квалификации вы получите при желании. Много разных направлений, я уже об этом говорил. В разделе управления, собственно, наш курс и находится. Что дальше? Цифры регулярно прирастают. Ну, действительно, цифры довольно-таки приличные, существенные. Я начинал в соцсотрудничество, ну, не знаю, наверное, сколько было компаний тогда лет. Год, два. Да, цифры были другими. А сейчас, ну, как вы видите, там счет идет на тысячи. Даже число курсов такое приличное. Число преподавателей 600+. Что приятно отметить на том курсе, куда я вас приглашаю. Уже число выпускников тоже близится к 200. Ну, что, в общем, не так мало в такой, ну, скажем так, не самой массовой профессии, как корпоративный архитектор, то есть все-таки не питон junior middle level, да, все-таки это корпоративная архитектура, да, но, тем не менее, уже там около 200 выпускников у нас есть. Ну, соответственно, какой-то заметный процент от этих 200 выпускников можно взять и получить число реализованных кейсов. Что, в общем-то, тоже, ну, вот, это прикольно. Так, ну, опять же, пока призываю вас дать мне немного обратной связи, не буду зачитывать то, что видите на слайде. Это будет полезно, скажем так, нам для статистики. Пока я отвечу на вопрос, почему курс в разделе управления, а не в разделе архитектуры, спрашивает Евгений. Знаете, так бывает сложно, особенно вечерами, отвечать на такие вопросы, которые уже стали для тебя самого аксиомой, но на самом деле, ну, и объективно я понимаю, что они являются очевидными, давайте попробую. То есть корпоративная архитектура – это та дисциплина, которую связывает, ну, если коротко совсем и упрощая, стратегию компании с ее реализацией, с реализацией этой стратегии, чтобы стратегия успешно была реализована. То есть закрытие вот этого так называемого емко-западной практики strategy to execution gap – разрыв между реализацией стратегии и, собственно, формулировка этой стратегии. В этом смысле, конечно, это дисциплина в сфере менеджмента. И мне самому, как практикующему там в сфере, там, прежде всего, бизнес-архитектуры и стратегии, специалисту, ну, достаточно четко это помогает структурированно сформулировать стратегию, определить, какой она должна быть. Ну, то есть от предпосылок дойти уже до какой-то фактуры. Под эту фактуру же формируются там планы исполнения. А, во-вторых, ну, собственно, дальше эту фактуру простроить на определенный уровень детализации, в плане говоря, от глобальных линий бизнеса и возможностей до процессов, сервисов, ниже, до уровней, различных уровней автоматизации. Ну, хотя автоматизация, в общем-то, в сфере применения корпоративной архитектуры, на самом деле, не является обязательной. Но, конечно, мы, имея, ну, в общем-то, чуть ли не основную аудиторию все-таки с IT-бэкграундом, мы, конечно, уделяем равное внимание и бизнес-архитектуре, и IT-архитектуре в рамках общей канвы, такой общей взаимосвязанной канвы корпоративной архитектуры. Надеюсь, надеюсь, я ответил, но вопрос интересный, поэтому, если не совсем, то продолжайте задавать мне наводящие вопросы, я чуть-чуть дальше попробую тогда эту свою мысль как-то раскрыть, может быть, с другой стороны или просто с разных сторон ее так покрутить. Да, пока спасибо коллеге Ильдар Владимир за вашу обратную связь. Все будет как бы учтено и записано. Ну, как обычно, в общем, я уже привычно вижу, что у нас разноплановая аудитория, кто-то пришел просто послушать, кто-то уже почитал, кто-то уже у нас учился, пришел послушать открытый урок. В общем, плюс, конечно, того, что слушаете в онлайне, это все-таки наш диалог, хоть он и немножко ограниченный, идет с запаздыванием по времени, но в отличие от того, что вы смотрите, ну, в принципе, у нас уже накоплено много открытых занятий, и многие из них я лично веду, и там, многие мои коллеги ведут, ну, здесь есть возможность уже сейчас позадавать какие-то вопросы, подискутировать, то есть добавить интерактивы, поэтому, пожалуйста, давайте в этом ключе с вами сегодня взаимодействуем. Так, информационная архитектура, ну, опять же, изначальная оговорка, что мы здесь чуть меньше будем говорить про архитектуру, больше, в общем, про саму компанию, как компания должна быть устроена. Почему? Потому что для того, чтобы принимать правильные архитектурные решения, архитектору, ну, зачастую нужно владеть не только, не столько, там, архитектурными навыками, то есть навык какой-то, чтобы что-то спроектировать, да, не только навыками проектирования, но навыками, там, коммуникации, что очень немаловажно, и, в общем-то, навыками, ну, это не совсем навык, наверное, а вообще пониманием того, как компания устроена и с какого стороны подойти к решению той или иной комплексной задачи. Вот, а вопрос управления данными, управления информацией, эта задача как раз очень даже комплексна, но особенно в современном мире, когда мы видим, как искусственный интеллект у нас такой в полный рост встает и становится, в общем-то, постепенно неотъемлемой частью нашей жизни. То есть, если раньше, ну, по-честному, несмотря на то, что он долго находился и находится в тренде, на большой пиар внутри корпорации и так далее, вот для нас с вами, для пользователей, лично, это было как-то, ну, nice to have, он где-то есть, хорошо, там, мы понимаем, что какие-то элементы машинного обучения использовались при создании модели, которая, там, оценила, там, заявку на кредит, которую, там, вы подали, там, или где сформулировала какое-нибудь предложение, которое пришло вам в СМС или всплыло в интернете, ну, здесь особенно классно, потому что, как правило, эти предложения не попадают, вот, ну, как бы думаешь, ну, что там за это искусственный интеллект. Но сейчас с развитием когнитивных технологий, с развитием генеративных этих всех моделей мы, в общем-то, осознаем, что вот здесь уже очень, уже сейчас и уже очень скоро он будет вот с нами рядом, будет неотъемлемой частью нашей жизни, даже если не только профессиональной жизни. Мне очень понравился тренд на то, что, скажем, новое поколение, то есть поколение, ну, условно говоря, тех, кто сейчас ходит в детский садик, ну, плюс-минус, понятно, что это некое обобщение, оно, то есть если предыдущее поколение, которое сейчас там учится в школе, заканчивает школу, оно уже digital native, то есть люди, то есть это дети, подростки с айпадами и со смартфонами, да, ну, я думаю, что это никого сейчас не удивляет, я не открываю Америку, говорю очевидные вещи, то те, кто сейчас ходят в детский садик или в начальную школу, становятся так называемым AI native. То есть это люди, дети, люди, для которых взаимодействие с умным, когнитивным помощником, с умными устройствами, является сам, или становится само собой разумеющимся. То есть я думаю, что в IT-аудитории это найдет свою ассоциацию, да, когда, потому что большинство, мне кажется, айтишников все-таки в том или ином виде. Стартрек, Звездный путь-то смотрела, да, те или иные серии, ну, мне кажется, все, кто в технических вузах, да, поэтому не надо объяснять, что это такое, да, и когда они там говорят компьютер, покажи мне это, компьютер там спланируем на маршрут, то есть и так далее. Вот это все уже рядом с нами, оно уже сейчас. И то есть вот это AI native, вот я вижу, что детям им проще уже не сказать, там, кто-то кому-то нравится пользоваться смартфоном, кому-то не нравится, а вот пообщаться с умной колонкой, да вообще в легкую доску. Вот, поставь мне такую-то песню, ответь мне на такой-то вопрос, а чем дальше, ну, тем, тем будет этих возможностей больше, тем они будут становиться умнее и так далее. То есть мы, когда, соответственно, возвращаясь в корпоративную среду, мы должны очень внимательно относиться к такого рода трендам и закладывать различные, ну, там, как сказать, предсказывать потребности и закладывать различные аспекты в свою, там, в том числе цифровую стратегию. То есть выйти на определенные рынки, то есть вывести бизнес на определенные рынки, например, не имея, на каком-то этапе не получив хорошего, качественного виртуального помощника, допустим, может просто не сработать. То есть при том, что эти рынки вообще с цифрой не связаны, да, особо не связаны. Ну, понятно, что там есть цифровые каналы взаимодействия, в которых эти виртуальные помощники есть, но, то есть вот эти вот аспекты надо очень серьезно продумывать. А как мы этих помощников будем делать? Ну, мы же их должны каким-то образом интегрировать. Даже если мы когнитивную модель купим, а не будем создавать ее сами. То есть когнитивную модель, я имею в виду модель, которая разговаривает и понимает речь, то есть понимает смысл того, как мы говорим, ну, дальше для того, чтобы она привела человека-клиента к нашим продуктам, к тем возможностям, которые наша компания предоставляет. Ну, мы должны всю историю простроить от начала до конца. Ну, собственно, а если мы хотим, чтобы она давала адекватные рекомендации на пространство своей компании, ну, здесь как бы мы должны управлять своими данными, понимать, какие активы данных у нас есть и тому подобное. То есть это все так, это такая история, которая, ну, сейчас я немножко рассказываю сумбурно в качестве тизера, вот, но это то, о чем нужно думать, хотя вот в этих размышлениях допроектирование еще там несколько шагов. вот, но, условно говоря, если ты корпоративный архитектор, занимаешься там, или занимаешься цифровой стратегией, и ты вот об этом не подумал, это не знаешь, может быть, и никто в компании не подумает, а когда подумает, будет поздно. Ну, вот, здесь вот это важный момент. Коллеги, так, в принципе, вот я вижу, что у Владимира есть момент со связью, вообще, ну, скажите мне, хорошо? Слышно? У меня информация и видно, потому что у меня информация, вот, скажем так, узости канала нет, ну, в общем, если какие-то там нюансы, сбои, то мне тоже, дайте знать, не знаю, смогу ли я это исправить, но буду иметь в виду. Вот, мне больше для успокоения спросил, Алексей, спасибо, слышно? Хорошо. Значит, теперь немножко более структурировано. Информационная архитектура, да, если посмотреть на это с точки зрения архитектуры, здесь будем крупными мазками идти, корпоративная архитектура по классике, она состоит из четырех таких крупных элементов, есть фреймворки, где их не ровно четыре, которые немножко от этого взгляда отличаются, но, то есть, главное, есть весьма комплексная прослойка, начиная от стратегии, это слой архитектуры бизнеса, бизнес архитектуры, он начинается с стратегии, с целью полагания, то есть, с причинностью, то есть, зачем мы совершаем те или иные действия, потому что вот эти вот, зачем, мотивационный составляющий, он тоже моделируется при необходимости, вплоть до детальных бизнес сервисов, вплоть до таких бизнес объектов, объектов данных, терминах бизнеса, вот это вот слои бизнес архитектуры, вот там, где мы говорим про бизнес объект, объекты данных, мы уходим в архитектуру информационную и дальше оперируем уже несколькими уровнями, скажем так, от совсем абстрактного до более такого конкретного, что ли, не детального, до более конкретного, специфичного, оперируем несколькими уровнями представления информации, ну то есть, в каком смысле представления, то есть, в смысле есть сущность, есть отношения между сущностями, то есть, клиент открыл договор, по договору там происходят транзакции в такое-то время, вот отношения между сущностью клиент, договор, транзакция, время, да, это вот то, что моделируется в области информационной архитектуры. Дальше это все взаимоувязывается и приземляется на слой приложений, на application architecture или архитектуру приложений, то есть, на слой таких уже на верхний уровень описания IT-ландшафта, то есть, какие приложения, application в IT-ландшафте у нас есть, как они связаны между собой, соответственно, возникает вопрос, какие процессы они поддерживают, то есть, бизнес-архитектура или сервиса, какие объекты данных, где они в этих расположены, это все через связи моделируется. Ну и дальше все это приземляется уже на технологии, тоже многоуровневая история, вот просто техстека до инфраструктуры фактически. То есть, вот на самом верхнем уровне, конечно, мы на курсе там целую лекцию этому посвящаем. На самом верхнем уровне, да, вот архитектура, вот и в ней место информационной архитектуры, то есть, увязать бизнес, стратегию, то, как бизнес устроен, как операционная модель устроена, увязать с объектами информации, данных, увязать, и это все вместе увязать с приложениями, где это процессится, которые обеспечивают вот этот вот весь этот самый процессинг, эту самую работу. с другой, теперь как бы с архитектуры более-менее поняли, возвращаемся теперь к истокам. То есть, хорошо, а исходя из чего нам в компании нужно проектировать, ну вообще простраивать стратегию в области данных, исходя из чего, а исходя как до самом там упрощенном таком, первом приближении, исходя из как минимум такой предпосылки. То есть, да, мы должны уметь управлять данными, ну, собирать их, обрабатывать, да, это вот у нас все должно быть на качественном уровне, то есть на всех уровнях, да, от бизнеса до технологий, вот, но при этом мы должны на том, что происходит, еще и уметь принимать хорошие, достаточно хорошие, достаточно качественные, достаточно точные и быстрые решения. Что вам интересно, да, понятно, если раньше мы об этом рассуждаем, что принимает решение какой-то менеджер, да, руководитель, сейчас принимают решение, мы рассуждаем так, что принимают решение и руководители, и сотрудники, и машины, то есть как бы алгоритмы точно так же принимают решение, то есть они тоже участники в принятии решения. Ну и мы понимаем, что собрать данные и принять хорошее решение, это не одно и то же. Ну, соответственно, мы смотрим на два аспекта, на governance, то есть на то, как мы этим управляем, и на literacy, то есть на то, насколько нам легко, насколько мы нативно умеем работать с данными и принимать решения. Ну, вот мы. Для алгоритмов, наверное, literacy – это немножко натянутая история, но для людей очень. Грамотность в области данных, когда грамотность в области цифр – это весьма актуальная история, потому что мы можем наше управление данными довести до совершенства, а пользоваться в этом ключе ими будет недостаточное число руководителей. То есть, условно говоря, мы их встроим в какие-то алгоритмы, в текущие процессы, мы такие молодцы, все будет у нас эффективно, а топ-менеджеры будут продолжать экспертно мыслить и экспертно давать направление для развития, что, в общем-то, приводит к однобокому развитию компании. То есть, ну, где-то топ-менеджеры очень четко на данных принимают решения, ну, не хватает, например, автоматизации, встраивания, принятия решений в алгоритмы того же самого ИИ в широком смысле, а где-то наоборот, может быть. Но нам важно иметь в виду, не всегда мы на это абсолютно имеем все возможности повлиять, но как правильно нам нужно знать. Для нас это некий бенчмарк, относительно которого мы размышляем, принимаем решения, ведем диалог и многое другого. Все вместе, все вместе это дает так называемую data culture, культуру в области управления данными, то есть, это комплексное собирательное понятие, ну, собственно, которое нам... Которого мы стремимся, когда отстраиваем все вот эти практики у себя в компании. В практике, ну, в том числе там, где применяется и проектирование информационной архитектуры. Вот здесь важно, конечно, понимать, что там информационная архитектура – это один из срезов, ну, а для того, чтобы управлять данными компании, конечно, нам нужно задействовать все слои архитектуры. Ну, я бы, кажется, об этом сказал, но еще, мне кажется, будет не лишним акцентировать внимание и повторить. Следующий аспект, мы делаем следующий логический шаг. Вот если мы взглянем на управление более пристально, каким аспектом нам нужно уделить особое внимание. Да, в общем-то, мысль всем. То есть, вот как бы, у нас есть очень упрощенный, да, вот изображенный на экране, мы можем в качестве упрощения взять вот цикл, который условно начинается от формирования данных, дальше исследования, то есть, которое позволяет нам осознать, с чем мы имеем дело, ну, соответственно, дальше готовить и преобразовывать, давать, подавать внутрь бизнес-процессов, где применяются различные правила и алгоритмы, как автоматически, так и автоматизированно. Иногда до сих пор алгоритмы применяются вручную, тем не менее, они остаются алгоритмами. Я об этом на следующем слайде этого коснусь, когда мы порассуждаем с вами про степень неопределенности или определенности, в области работы с данными. Дальше, ну, соответственно, более сложные аналитические кейсы на основе данных. Мы принимаем решения, когда у нас данная обработана, и мы можем извлечь из них некие инсайты и принять решения. Самое, наверное, на что хотелось бы обратить здесь ваше внимание, это то, что... Очевидно, но зачастую там в сфере IT как-то, ну, подзабывается почему-то. Это то, что когда принимать... То есть мало отдать качественные данные или отчет кому-то, да, кто это решение примет. Важно понимать, что потом эти решения, они отражаются на реальном мире. А реальный мир, то есть вот объекты реального мира, они дают нам новые данные. То есть вот и этот цикл замыкается. Когда мы рассуждаем о том, как нам управлять данными, какие данные нам нужны, мы начинаем зачастую от конца, от того, с какими объектами реального мира мы взаимодействуем, какой отклик они имеют, какие события, в общем, какие индикаторы, в общем, можно применить, какие данные, в общем-то, они генерируют. Это интересный момент. То есть когда мы, условно говоря, сидим в банкинге, когда мы находимся в телекоме, у нас все более-менее автоматически отражается в цифре. А вот в ситуации, когда мы находимся в реальном секторе, ну зачастую не все, не все, что происходит в нашей компании, зачастую не все, что происходит в реальном мире, если мы не приложим к этому определенных усилий, не найдем правильных архитектурных решений, оно не будет иметь отражение в цифре. Все равно не будет, эти события не будут зарегистрированы. Ну то есть, если мы не поставим достаточное количество датчиков на производстве, многие события будут проходить мимо наших учетных систем. Если мы, например, когда мы привозим, условно говоря, по лету с товарами, особенно с разнообразными, на большой склад, мы регистрируем события о том, что по лету доставлено на склад. А потом, допустим, мы начинаем это все раскладывать, ну то есть, люди начинают все раскладывать, и зачастую, ну как бы, мы не видим всего пути каждого товара, каждой коробочки, где она находится в каждый момент времени. А если мы захотим это зарегистрировать, это может стать нам слишком дорого и неоправданно дорого. То есть, условно говоря, радиометку разместить на каждом товаре окажется дороже, чем тот, ну и поддерживать все это, в актуальном состоянии, выстроить процессы, бизнес-процессы, так, что все эти метки не проставлялись. А вот в итоге это может оказаться дороже, чем эффект, который мы получим от того, что собираем эти данные. И это уже архитектурная развилка, одна из многих потенциальных развилок. То есть, мы, и это приводит нас к той мысли, что, ну, зачастую не все данные мы имеем, не все данные мы можем собрать, а еще не все данные имеет смысл собирать. Не все, что золото, что блестит. Но при этом, конечно, в моменте, когда мы осознаем потребность построить ту или иную аналитику, создать ту или иную фичу для модели, мы встаем перед выбором. А эти данные есть? А если есть, они актуальны, они качественны, а если нету, вообще сколько, насколько затратно нам эти данные будет получи, собрать. То есть, когда можно эти данные купить в каком-то источнике или подтянуть в виде неструктурированного видео, а потом разобрать, это не худший вариант, как говорится, это не самый сложный вариант. А вот поставить на огромном производстве датчики в таком объеме и количестве, которые позволят нам, например, автоматически собирать информацию, автоматически выявлять брак, заниматься оптимизацией затрат на сырье и так далее, в зависимости от бизнес-кейса. Может оказаться дорого, сложно, а иногда дороже, чем те затраты, которые мы можем с помощью вот этих датчиков, инструментов в общем-то сэкономить. Это не значит, что этим надо заниматься. Каждый этот момент это развилка, которую мы осознанно экономически взвешенно должны пройти. То есть, нужно это целесообразно это сделать. Если целесообразно, если это имеет положительный экономический эффект, значит, надо это делать, это круто. Потому что чем больше мы таких вещей сделаем, тем более мы продвинуты, тем больше у нас конкурентных преимуществ, благодаря нашей эффективности. То есть, мы наращиваем свою эффективность, что в общем-то немаловажно на высококонкурентном рынке и на рынке, который характерен достаточно резкими перепадами, а там, где у нас резкие перепады, там имеет смысл работать с удержками, ну и с удержками смысл работы почти всегда, но в том числе высокоизменчивость, она дает преимущество тем компаниям, которые более эффективны. Ну, в том числе, первым, во-вторых, которые достаточно быстро умеют меняться с пассировкой на бизнесе, но это уже тоже касается данных каким-то боком, но это немножко уже больше про стратегию. Да, коллеги, пожалуйста, комментируйте, задавайте вопросы. Сейчас мы еще коснемся одного относительно отвлеченного предмета. кто из присутствующих знаком с фреймворком Кеневин и с теорией запутанности Дэйва Сноуден. Можете поставить, пожалуйста, плюсики-минусики. Немножко подожду. так, незнакомо. Ну, в общем, это тоже хорошо. Значит, давайте я расскажу. Смотрите, мы сейчас сразу отвечая на вопрос, а как вообще это, причем есть данные, причем есть управление данными, информационной архитектурой, причем есть Кеневин фреймворк, да, давайте, с какой точки зрения мы сейчас на это будем смотреть? Мы на это будем смотреть с точки зрения того, насколько, какие бывают степени определенности или неопределенности, и какие практики в области данных и аналитики в этих, скажем так, в этих контекстах срабатывают. И таким образом мы увидим практически полный охват некую классификацию, категоризацию всех практик произведем. В целом вообще фреймворк Дэйва Сноудена он создан довольно давно, называют его там теорией запутанности, Дэйв Сноуден это финский такой достаточно уже взрослый, пожилой, наверное правильно сказать дядька очень интересный уважаемый и его фреймворк как-то принято вспоминать в контексте проектного управления, в контексте гибкого подхода к управлению, то есть к аджайлу, потому что о чем он вообще? Он о том, что как мы как субъекты, как субъекты рассматриваем различные ситуации, то есть какой и как в этих ситуациях нужно действовать, то есть и он делит вот эту историю по квадрантам с правого нижнего угла, то есть начиная с того, что мы как субъект в его терминологии это агент и система, то что я говорю субъект и происходящее, ситуация, то есть правильно его назвать агентом и системой, но для простоты то есть мы говорим ситуация очевидна, то есть очевидно вот раньше здесь было написано простая было simple благо он там где-то в семнадцатом году поменял на obvious то есть очевидно что-то все-таки про восприятие то есть это про восприятие а не про внутренние свойства системы то есть если для меня для субъекта ситуация очевидна то я условно говоря имею определенную последовательность как мне поступать в очевидных ситуациях мне главное ее осознать ощутить дальше при наличии очевидного набора решения очевидного выбора ну раз ситуация для меня очевидна я фактически алгоритмически классифицирую а к чему же ситуация относится куда она попадает какую какую из областей то есть в этой развилке ну и дальше я реагирую то есть я принимаю решение и соответственно иду в нужном направлении в ситуации с данными это классическая работа дерево решений классическая работа алгоритмов то есть получил информацию на входе классифицировал то есть выбрал одну из веточек ну и дальше по этой веточке прошел и процесс пошел дальше то есть классифицировали отреагировали более сложная ситуация это собственно сложная извиняюсь за автологию система когда или сложные ситуации когда нам ну у нас нету единственно возможного решения нету очевидного выбора нету лучшей практики то есть когда в общем-то достаточно понять чем мы имеем дело дальше не подвергая сомнению выбираем правильное решение просто из списка главное если для нас очевидно мы просто знаем список решений из него выбираем если для нас ситуация не очевидна то мы попадаем уже в мир сложных ситуаций комплексных ну компликейт да простите ситуации то есть когда нам нужно проанализировать то есть подумать фактически поработать с входящей информацией и только после этого принять решение то есть с точки зрения работы с информацией это классический кейс для аналитики то есть получили информацию на вход проанализировали то есть разложили по полочкам по измерениям и так далее покрутили приняли решение делали выводы приняли решение вот так разрешаются сложные ситуации но они разрешаются не только в области управления информацией мы можем так и архитектурные решения в конце концов принимать и подбирать модель управления и можем выбирать определенный паттерн или подход управления информацией в первом случае это алгоритмизация внутри процесса просто есть такие движки принятия решений которые просто на основе входящего вектора проводят нас по развилкам процесса то есть это стандартные технологии применяются в случае сложных систем мы собираем побольше данных обрабатываем их обобщаем структурируем крутим анализируем принимаем решения соответственно какие-то действия предпринимаем теперь следующий уровень пойдемте немножечко левее и дальше мы приходим в область запутанности то есть благодаря ну отчего собственно фреймворк получил и теория получила свое название по крайней мере в русском своем варианте то есть так называемые комплексные системы это ситуация когда мы условно говоря оказались на недоисследованной территории то есть мы не знаем как система работает или как определенной ситуации как объекты с которыми мы столкнулись как они будут реагировать мы допустим не знаем заранее ну тогда нам недостаточно просто имеющуюся информацию собрать нам нужно немножко потыкать палочкой вот в систему то есть и дополнительную информацию собрать то есть нам нужны определенные эксперименты для того чтобы восполнить нехватку информации и здесь у нас как бы с точки зрения практик управления данными в полный рост подтягивается data science то есть работа с неструктурированными данными когда мы строим некие гипотезы проверяем мы можем также строить гипотезы не только вокруг имеющейся неструктурированных данных мы можем строить гипотезы в рамках реального мира то есть проверять то что в продуктовом подходе так называем проверять гипотезы о клиента проверять гипотезы о рынок проверять гипотезы а определенную тестовую выборку, живую в том числе. Это позволяет нам восполнить нехватку информации, нехватку понимания о законах причинно-следственных связях, которые есть в системе перед нами. Ну и, соответственно, после этого уже мы можем принимать более-менее обоснованные решения. Ну, то есть здесь мы просто, с точки зрения данных, мы здесь производим исследование. Сначала меряем, исследуем, потом обрабатываем результаты, потом уже реагируем. Ну, это, соответственно, алгоритмы, аналитика, а здесь у нас, соответственно, уже продвинутая аналитика, исследование, проверка гипотез. То есть вот еще один способ работы с информацией у нас здесь покрыт. Что у нас здесь еще не хватает? Не хватает ситуации, когда законы того, как правила игры, они либо постоянно меняются, либо мы не обладаем такой роскошью, достаточным временем, чтобы эти правила проверить, собрать, поисследовать. Вот, ну, или за то время, пока мы будем исследовать, соответственно, они уже успеют поменяться. То есть, ну, хаос, хаотичные системы. Вот. И хаотичные системы – это, как правило, ну, примером хаотичных систем или хаотических ситуаций являются любые кризисные ситуации. Ну, такие известные. То есть, печально известные ситуации там с стихийными бедствиями, всякими атаками, да. Как мы все знаем из новостей, что обычно в этих случаях собирают? Сразу собирают штабы. Антикризисный штаб, группа оперативного принятия решений собирается, которые работают там буквально на месте, вот в полях. И это не зря так. Это действительно способ работы с такого рода системой. То есть, это способ, при котором мы должны сначала, фактически, мы должны действовать раньше, чем можем проанализировать. А это значит, чтобы, что нам нужен цикл максимально, короткий цикл обратной связи. Нам нужно максимально быстро и оперативно получать информацию. То есть, если мы готовим компанию или какой-то элемент компанический, который мы проектируем к работе в условиях хаоса, соответственно, с точки зрения организации, мы проектируем, закладываем штабные структуры, с точки зрения работы с информацией, с данными, мы закладываем реал-тайм. То есть, ну, работу в реальном времени, то есть, мы должны стараться собрать максимум имеющейся информации и максимально быстро ее обновлять. Вот, то есть. То есть, мы действуем, быстро снимаем реакцию мира от окружающих объектов на воздействие, реагируем, принимаем решения, снова действуем и так далее. Вот это вот максимально быстрый цикл. Ну, вот в условиях там финансовых кризисов, там всяких пандемий, это все объективно именно так и работает. То есть, собираются, люди быстро стараются что-то предпринять методом проб и ошибок, нащупать правильный путь. Естественно, они не совсем блуждают по тьмах. Они опираются на свою экспертизу, они опираются на опыт, на какие-то там практики, которые работали до этого. Но в этих ситуациях, они, как правило, не знают точно, сработает ли эта практика на 100%. У них нет этой. Нет такой гарантии. Поэтому максимально быстро нужно получать обратную связь. Вот, сработал. Нет, не сработал. Сработал, но не до конца. Ну, то есть, когда мы, соответственно, проектируем циклы управления информацией, вот мы учитываем различные способы. Для очевидных, для сложных, для запутанных или для хаотичных систем. Кажется, абстракция, но с моей точки зрения, ну, во-первых, эта абстракция полезна просто в жизни. Она полезна в принятии вообще архитектурных даже решений, в построении систем управления. Также полезна там, где, в общем-то, не закладывалось ее применение в области того, как мы проектируем управление информацией. Потому что, как мы видим, ощутить, 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 везде здесь есть ощутить и отреагировать. То есть, ощутить, проанализировать. То есть, это все про информацию. Ощутить это, получить информацию на вход, проанализировать, обработать, да. То есть, выбрать и отреагировать, принять решение. Все про принятие решений и проработать с информацией. Вот такой вот фреймворк, который позволяет покрыть все крупными вот этими вот паттернами, крупными мазками, покрыть все возможные ситуации. Не впрямую, но посленно это очень полезно применять при проектировании. При выборе правильного типажа паттерна для того, что вы хотите получить. Хотите, я имею в виду то, что нужно. Так, ну, пожалуйста, вопросы. А я пока потихонечку пойду дальше. Многое говорилось про, вот до этого в фреймворке мы много говорили про исследования, уже коснулись вот этих вот аспектов, что надо поисследовать, нужны гипотезы, есть неструктурированные данные, есть какой-то массив информации, с которой нужно что-то достать, что-то извлечь, извлечь какие-то смыслы. Вот это применимо там, ну, практически везде. Ну, представим, наша задача спроектировать информационную архитектуру. А значит, мы должны понимать, с какими сущностями, объектами данными, с какими смыслами, по-крупному так философски выражаясь, мы имеем дело. Чтобы их потом замоделировать, и отношения между ними замоделировать. Вот, и потом уже на основе вот этих вот моделей, структуры, сущность, связь, отношений, принимать какие-то архитектурные решения уже более осознанно. Вот, и модель закладывать в качестве некой отправной точки своей организации. Как мы, то есть, эта модель, о которой мы сейчас говорим, это фактически мета-модель, так называемая. То есть, мета-данные, это данные о данных. Ну, то есть, мета-модель, соответственно, это модель, которая описывает данные. То есть, мета-модель, это которая, ну, то есть, модель структуры отношений между сущностями. То есть, описание того, что вот это вот пространство, данное для нашей компании, или внешнее по отношению к компании, если мы из него что-то хотим получить, что оно представляет собой. И теперь, если мы имеем дело вот с таким озером, условно говоря, данных, или просто неким пространством возможностей, то есть, пойдем сюда, данные соберем, сюда соберем, или вот сюда не пойдем, не будем собирать. Это пространство возможностей в широком смысле. Для того, чтобы понять, а что мы можем оттуда, можем ли мы оттуда извлечь ценность, нам нужно проверять гипотезу. То есть, мы либо в реальный мир, либо в набор не структурированных, или плохо структурированных, не описанных данных, запускаем какие-то запросы. Вот, то есть, мы можем запросы в реальный мир направить, можем запросы. Ну, это, понятно, будет не искорить запросы. А можем запросы, ну, тоже не искорили, но, скорее-таки, такого плана, как MapReduce запрос, ну, не буду на этом подробно останавливаться, направить в наше озеро данных и не дать ему превратиться в болото. То есть, мы должны тот поток не структурированных данных, который летит, идет нам на вход, вот это все множество, а разбирать, отделять зерна от плевел на постоянной основе. То есть, когда мы понимаем, с чем имеем дело, мы создаем некую информацию о том, что у нас есть. То есть, данные от данных, то есть, формируем мета-модель. И когда мы уже работаем с мета-моделью, то есть, большая часть вот этого пространства возможностей у нас оказывается размеченной. То есть, мы не постоянно начинаем это исследование с нуля, не начинаем это с пустого места. Мы вот это размечаем наше пространство возможностей. По мере того, как нам требуется проверить очередную гипотезу, наша разметка пространства возможностей, оно либо расширяется, либо актуализируется, либо и то, и другое. То есть, мы должны постоянно поддерживать эту историю в актуальном состоянии. Ну, соответственно, дальше. Что это нам позволяет делать? Это позволяет нам понимать, какую ценность те или иные данные нам не приносят или могут принести. Проходит время, ну и зачастую требуется переоценка. Проходит время, и появляются новые возможности, которые нам нужно тоже оценить. Важный такой момент, к которому мы наконец-то подошли, что если компания хочет называть себя модно, да это дривен, то есть, быть компанией, которая принимает решения на основе данных, это компания, которая знает данным цену. А чтобы знать данным цену, нужно понимать четко, что за данным, какими данными располагает компания. То есть, нельзя оценить то, чего не знаешь. Вот. А когда мы работаем с этим озером, с пространством, зачастую, чтобы оценить, нам нужно строить вот этот набор гипотез. И по мере их проверки достраивать вот эту нашу метамодель и оценку давать максимально, сколько мы способны, объективную оценку тем данным, которые у нас есть. И появляется вот этот термин, который можно, сейчас уже достаточно много применяется на слуху, да, термин «актив данный», актив. То есть, data assets. Почему актив? Это же не просто такое модное слово. Активы, например, корпоративный актив, это что? Это некий бизнес, который приносит прибыль. Который, соответственно, в зависимости от того, как этот бизнес работает, этот актив можно приобрести. То есть, компания, которая обладает достаточным капиталом, может приобрести этот актив. Ну, если он продается. Ну, то же самое, значит, активы данных. Для того, чтобы эти активы у нас были, нужно зачастую потратить или тратить на постоянной основе какие-то деньги. А значит, эти активы должны приносить нам больше, чем мы на них тратим. Все очень просто. Если бы не было так сложно. Ну, и тогда, когда мы, конечно, вот, чтобы какое-то ощущение. Самая-самая простая метамодель. Когда мы структурируем информацию для ее аналитического представления, мы используем так называемую многомерную метамодель. То есть, это, в которой выделяются факты, в которой выделяются измерения. Вот здесь уже можно моделировать. То есть, существует масса способов моделирования, но, на мой взгляд, наиболее интуитивно понятные, не требующие больших особых инженерных знаний, понятные и бизнесу, и гуманитариям. Способ, когда мы делим наши данные, наши пространства на факты измерения. Факты – это то, что происходит регулярно с определенной частотой, то, что имеет свойство накапливаться. То есть, события. Информация о событиях у нас накапливается. То есть, каждое очередное событие, оно падает вот в копилочку. Кап-кап-кап-кап по капельке. То есть, это факты. Собственно, само слово «факт» оно говорит об этом. Это могут быть транзакции, контакты с клиентом, всякие там списания недельных средств, трафик, ну и все такое. Дальше, если мы эти факты хотим по-разному представлять и крутить, эти факты обладают какими-то атрибутами. То есть, помимо суммы, величины, то, что свойственно именно каждому отдельному событию, события должны обладать общими свойствами, общими атрибутами, которые позволяют их привязать, ну, к различным измерениям. То есть, самый очевидный атрибут – это время. В какой момент произошло событие. Но этого, как правило, нам недостаточно для вот этого с точки зрения метамодели. Нам важно понимать, ну, в отношении какого клиента, в отношении какого договора произошло, в какой географии это было, да, то есть, по какому товару там прошло списание, ну и многое другое. То есть, вот все вот эти вот номенклатуры, все вот эти вот справочники – являются такими размерностями, да, измерениями. То есть, у нас получается, если мы представляем это в виде многомерной модели, то есть, у нас есть факты, которые доступны во множестве измерений. Это удобно с точки зрения аналитики. Ну, в общем-то, и не только. Это один из самых, одно из самых базовых представлений метамодели. Ну, другое базовое представление, естественно, реляционная модель. Третье базовое представление – это, там, классификации, то есть, иерархии, так называемые. Ну, иерархии, это более сложные иерархии, например. Иерархии классификации. Когда каждая следующая ветка иерархии, например, имеет другой бит классификации. Ну, я не буду привозить примеры, с вашего позволения, в силу ограниченного времени. Я просто говорю, что, ну, представлений, может быть, различные коллеги, ну, там, множество различных способов представлять модель. Вот, а с точки зрения восприятия, с точки зрения аналитики и осознания происходящих событий, ну, удобным представлением является вот многомерным. То есть, факты измерения. Ну, и напоследок, наверное, там, о чем хочется сказать, это про цифровых двойников. Кто-нибудь узнает этого клювастого, нарисованного в таком первобытном старом 3D-товарища? Кто-нибудь застал вот этот сериал? Если кто-то застал, напишите. Я не буду раскрывать интригу, как он называется. Я смотрел его еще в школе, еще был канал. Нет, еще, по-моему, дважды два даже не было канал. Но могу уже ошибаться, давно это было. То есть, один из первых таких вот фантастических сериалов. Как называется, я говорить не буду. Кто застал или помнит, напишите. Еще раз. А вот как товарища зовут вот этого, я скажу. Его зовут Зорана. И этот, он такой, продвинутая машина, которая боролась с людьми, естественно. Это война людей против машин. Ну, немножко не в стиле Терминатора, а немножко в другом. То есть, как бы, есть такие-то продвинутые машины, которые, в том числе, вот, он умел обращать людей в цифровой код. Ну, то есть, превращать, берет живого человека и превращает его в цифрового двойника. Вот поэтому я эту картинку здесь и оставил. То есть, цифровые двойники – это достаточно не новое понятие, но реально они сейчас считаются одним из, там, наиболее актуальных трендов в сфере управления информацией. Цифровой двойник – это такая комплексная история, которая, с одной стороны, содержит в себе способы сбора данных и поддержки актуального состояния двойника некого объекта реального мира. Во-вторых, содержит описание и свойства, то есть, вот ту самую мета-модель этого объекта. Ну, и, соответственно, третье – это способы анализа и, ну, как бы, превращения вот этого модели объекта и текущего состояния в прогноз и прогноз поведения. Ну, то есть, вот три больших аспекта. То есть, это относится в промышленности и к моделированию поведения изделий. Ну, самый, наверное, немножко натянутый, но очевидный пример – это когда, допустим, мы полностью в цифре давайте спроектируем какой-то агрегат или узел автомобиля и до того, как мы начнем его, сделаем там тестовый экспериментальный образец, мы начнем его испытывать в цифре, то есть, в цифровой среде, которая позволяет воспроизводить там основные физические законы, чтобы дать информацию о свойствах металлов и так далее и тому подобное. Чем более продвинутая у нас машина, чем более продвинутая у нас модель, тем более точно мы сможем спрогнозировать поведение этого изделия, узла или агрегата. Ну, понятно, появляются там цифровые двойники там космических аппаратов, цифровые двойники автомобиля и так далее. Ну, точно так же есть цифровые двойники организаций, то есть, где мы можем увидеть, как тот или иное подразделение, тот или иной объект, филиал, склад или физические там, сотовая выше, как она ведет себя, как она будет себя вести. То есть, в моменте увидеть, что там происходит и, соответственно, иметь возможность прогнозировать, что будет с ней дальше. То же самое поведение клиентов, партнеров, ну, то есть, субъектов нашего рынка, то есть, цифровые двойники, как бы клиентов, потребителей тоже активно строятся. То есть, самые разные варианты цифровых двойников. Ну, на самом деле, да, это просто объединяющий термин, который объединяет, во-первых, саму модель, объединяет способы на постоянной основе наполнения этой модели актуальными данными и, собственно, возможность преобразования знания, то есть, модели объекта и данных в предсказание его поведения. Вот это вот фактически обобщено, к чему мы не применили, это цифровой двойник. То есть, совокупность различных практик, технологий и возможностей, которые нам позволяют относительно недорого, не проводя бесчеловечных экспериментов, до того, как проводить дорогостоящие испытания, узнать, будет работать или не будет работать. Вот, крыло, агрегат, новый поршень, двигатель внутреннего сгорания. Купит клиент новую карту или нет? А если не карту, то что он купит? Какая вероятность, то, что у нас вышки вот в таком-то регионе там-то будут выходить из строя с учетом там, не знаю, фантазирую, розоветро. Вот, ну вот это вот все, фактически, если грамотно их уметь готовить, делать так, чтобы они приносили больше ценностей, чем уходит денег на их создание, на их наполнение данными и так далее, то, в общем, можно нанести неоценимую пользу вашей компании. Это действительно очень актуальный тренд, наряду со всеми вот этими когнитивными, с когнитивным искусственным интеллектом. Наверное, даже, ну, где-то вот таким. Рука об руку идёт. И, кстати, друг другу помогает. Ну, с искусственным интеллектом вполне себя дружит. С когнитивностью он не уверен. Хотя, ну, почему бы нет? Да, Василий, спасибо. Спасибо большое. Да, всё так, как бы, раскрытая интрига. Капитан Пауэр, который энергия, да, и солдаты будущего, да. Это тот самый сериал, которым я увлекался в классе восьмом или девятомом. Настолько, что даже вот когда про цифровые двойники захотелось рассказать, вспомнил и нашёл в интернете вот эту вот картинку. Правда, в лучшем качестве почему-то не узнал рискнуть. Вот такой вот летающий чувак, который вот превращал людей в цифровых двойников, как выясняется, что он там в какой-то серии, он, по-моему, и обратно мог их возвращать. Но сейчас не про это. Но вот если бы мы могли, условно говоря, не уничтожая сам объект, строить вот так вот цифровые двойники, было бы очень круто. Но природа этого не позволяет делать. К счастью или к сожалению, не знаю, неважно. Безотносительно моего отношения к этому, природа не позволяет этого делать. Поэтому нам приходится, ну, различными способами, с помощью датчиков, с помощью многих там вариантов взаимодействия, ну, в общем-то, воссоздавать вот эти вот поведения тех или иных объектов реального мира. Потом из этого поведения строить непротиворечивую там модель, ну, как этот объект действительно устроен. Ну, по-разному можем подходить, на самом деле, к построению двойника. Условно говоря, если мы хотим построить двойника, ну, допустим, прямоходящего человека, да, прямоходить, вот, мы можем заранее туда заложить то, что там есть скелет, есть вот все, все запрограммировали все, как бы, суставы, кости, отношения, мышцы. То есть, и тогда зачастую наполнение данными будет проще. А можем от обратного пойти, можем взять кучу, получить огромное количество информации с датчиков о том, как объект, а объекты или объекты ведут себя, и там, именно в действии. И исходя из этого, с помощью, там, нейронок, там, боссоздать, а сколько же у него, на самом деле, костей, там, степеней свободы и так далее. Ну, это как бы вот это вот сочетание, оно, конечно, весьма-весьма нетривиальное. И я бы не сказал, что, конечно, тут архитекты преуспеют, но знать, оценивать экономический эффект и закладывать, там, уметь закладывать, там, создание сфоровых двойников в свои, там, дорожные карты, сфоровые стратегии, это, конечно, наша работа. На этом, ну, с теоретической частью все. Дальше быстренько-быстренько пробежимся по тому, что у нас есть, там, в команде, по команде курса, да, по структуре курса и по каждой информации, ну, и, наверное, все на этом. Напишите, пожалуйста, да, если нет вопросов, поставьте минус. Если есть вопросы, то, собственно, напишите вопросы, я постараюсь потихоньку, постепенно их тоже дать какие-то комментарии, ответить. Да, спасибо вам так, да, обратную связь, знакомство с командой курса, ну, процесс обучения. Понятно, у нас онлайн-вебинары, особенностью курса является чередование теоретических занятий и практических, то есть теоретические занятия, они тоже интерактивны, но практические занятия, они заключаются в том, что происходит разворот на 180 градусов, то есть на теоретическом занятии диалог, ну, то есть основной рассказ исходит от преподавателя на практических занятиях от студентов, которые рассказывают свои кейсы. Вот, и, соответственно, идет обсуждение этих кейсов. Это, ну, позволяет, ну, очень вживую все на реальных примерах обсуждать, а не просто на учебных примерах практиковаться. Это дает там какие-то, ну, определенные сложности, на первых порах зачастую студенты могут с этим испытывать дискомфорт, но на практике вот множество уже потоков дает максимальный эффект потом, ну, в результате, на выходе. То, что вот преодоление этого дискомфорта, то, что мы не с учебным кейсом, то, что нам приходится самим находить решение, как студентам, потом это еще и презентовать, получать обратную связь, это несколько менее комфортно, но кто говорит, что должно быть легко в учении, да, зато это то, что является неотъемлемым, как бы, атрибутом или навыком корпоративного архитекта. Как только коммуникация, так и поиск нетривиальных решений, поиск, самостоятельный поиск способов решения задачи и так далее. Это все, к чему важно привыкнуть. Ну, там, и принять тот факт, что, да, этим надо заниматься на постоянной основе, то есть нету гайдлайнов на все случаи жизни, нету руководящей длани, которая постоянно указывает, что делать сейчас, что делать после этого и так далее, по шагам. Вот приходится вот самому и разбираться, и делать взвешенные выводы, а потом аргументировать, почему это их сделал. А сам курс, вот так, ну вот курс у нас построен по, на сайте, если посмотреть, по основным разделам, начинаем со стратегии, потом бизнес-архитектура, информационная среда, это прикладная архитектура, пульс-рюс, информационная, техническая архитектура, про процессы дальше говорим, как исследование строится, как управление архитектурой осуществляется, ну и в конце говорим про развитие компетенции, про какие-то дополнительные возможности, там, векторы для развития, которые можно уже получить, о которых можно помыслить уже помимо того, что делается здесь сейчас. Ну, преподаватели, да, прошу любить и жаловать нас тут достаточно много, и команда достаточно сильная, все такие, все корпоративные архитекторы высокого уровня, тут я как бы не побоюсь этого слова, тут главные архитекторы, корпор-архитекторы прям, ну с большим опытом, а действительно таких правильных корпор-архитекторов, ну, в России не так много, вот, так, чтобы из них еще собрать команду преподавателей, так что. Коллегам, нам есть чем поделиться, есть определенная насмотренность, возможность решать проект, и давать практические советы по кейсам, то есть, потому что они привыкли решать такие задачи, давать практические советы, предлагать решения, которые приводят, ну, там, к конкретному результату. Колчинки смотрим? Я лекцию читаю, Макс. Так, ну, мы уже близки к завершению. Вот как раз просто заходил мой TI Native Kid, то есть, как бы, тот парень, наблюдая за которым я вижу то, что действительно новое поколение, как оно взаимодействует с виртуальными помощниками, то есть, я, как бы, делюсь в том числе личным опытом с вами. Дальше. Что у нас пока идет? Да, прошли мы лендинг курса, карьерная информация, ну, примерно 200 позиций находятся, ну, скажем так, по подстроке Enterprise Architect. Конечно, надо оговориться и сказать напрямую, что чистых корп архитекторов сейчас в моменте в поиске их меньше, то есть, это будут такие серединенные наполовинку, сейчас в компаниях очень по-разному понимают корпоративную архитектуру, и здесь туда в это выбор попадают и, там, где честно-солюшен архитекторы частично, и другие архитекторы, там, ну, просто поиск, он не очень точный, специально мы его ручной отбор не проводили. по зарплатам, ну, да, где-то так. Архитекторы в основном требуются в крупных компаниях, вот, в ростельхозе, сделаются акценты на стандарты, в PSB, да, у нас, там, практика корпоративной архитектуры присутствует, в Сбериевом, то есть, присутствует практика корпоративной архитектуры, в Газпромнефти, ну, где, на самом деле, в самолете, встать, тоже с недавнего времени присутствует. Ну, в принципе, если посмотреть на наших преподавателей, то, и на места их работы, то везде, там, есть практика корпоративной архитектуры, что тоже дает определенный ориентир, ну, важно, что я всегда хочу подчеркнуть, это то, что наш курс, он подходит не только для тех, кто хочет занять место корпоративного архитектора в крупной корпорации. Он однозначно полезен всем, кто хочет применять методы управления архитектурой к принятию решений, то есть, научиться принимать архитектурные решения. А архитектурные решения, там, где нет корпоративных архитекторов или они недоступны, зачастую приходится принимать и бизнесу в определенных случаях, и, там, бизнес-руководителям, и IT-руководителям, и продукт-менеджерам. То есть, архитектурные решения – это взвешенные решения, основанные на исследовании ситуации в компании, взвешенные решения о том, как сделать компанию лучше. Точно или более глобально. И способы, те методы, которые мы рассказываем, которые предлагает нам корпоративная архитектура, они как раз отвечают на этот вопрос. С чего я начал? То есть, вот они компенсируют разрыв между стратегией и ее воплощением. Как глобально, так и в локально взятой области. Поэтому, если у вас есть, что улучшить в компании, есть мотивация этим заниматься, то я думаю, что мы здесь с коллегами будем вам полезны. То есть, не только вывести вас на уровень конкретно enterprise-архитектора, но даже если вы ставите себе цель применять эти методы у себя в компании, что на самом деле, может быть, встречается чаще и даже шире, чем действительно открытые позиции корпоративно-архитектора, то есть, потому что они, эти задачи стоят более-менее перед каждой сложной компанией, которая развивается в современном мире в цифре, то, соответственно, приглашаю вас на курс. Соответственно, обучение у нас стартует в конце мая очередной поток и следующий открытый урок сразу после маяских праздников. И на этом, наверное, практически все. Предлагаю не забыть пройти опрос по ссылке, который есть в YouTube. И один вопрос, который прилетел, я вижу, Евгений спрашивает, удаленка или офис? Почему модель сифония рассматривается на курсе? Пока я буду комментировать второй вопрос, можете пояснить, удаленка или офис – это к чему вопрос? Я же пока же вас на работу не зову. А если бы звал, то гибрид. Вот, но по-разному. По-разному. Где-то удаленка, где-то офис. Я-то, честно говоря, не вчитывался, но я знаю, что по-разному. То есть, в разных компаниях по-разному. Сифон, по-моему, мы даже касаемся где-то этого на курсе. У нас нету просто самоцели модель Сифо рассматривать, потому что мы чуть меньше внимания уделяем моделированию как таковому способу моделирования. Чуть больше внимания уделяем именно принятию архитектурных решений, процессу и подходу к декомпозиции, к описанию там, к этим цепочкам. Вот, поэтому, условно говоря, где-то на каком-то занятии у нас, по-моему, Сифо есть. Точно. Ну, не на моем, не в бизнесе архитектуре, но где-то примеры на базе Сифо. В принципе, проблем нет даже добавить, если там не окажется, если, условно говоря, придете и попросите. Давайте вот рассмотрим хоть один пример на курсе разложенный по Сифону. Думаю, найдем такой пример. Проблем-то нет. У нас, у меня многие коллеги, я точно знаю, что у нас, у меня есть коллеги, которые вот здесь, сейчас, там работают в компании, где Сифо активно применяется. Мы у себя больше, вот здесь предлагаем в Архимейте. Ну, то есть, можно вообще все рисовать в PowerPoint, даже неплохо себя чувствовать, но если действительно более-менее сложное проектирование начинается, то нужна какая-то нотация, непротиворечивые отношения между объектами. Ну, мы здесь как бы предлагаем в качестве базы брать Архимейт. Он, мне кажется, достаточно полон, во-первых, и достаточно непротиворечив как раз с точки зрения объектов, вот этих всех view и так далее. Да, есть нюансы с бесплатными инструментами, то есть, нельзя сказать, что, например, на уровне большого энтерпрайза бесплатные инструменты Архимейт – это прям вау, круто и прям супер на все случаи жизни, да. Но для решения задач более-менее локальных, не сильно многопользовательских, когда там у нас не идет моделирование там, не знаю, 8 рук, да, то вполне себе. Арчи можно погуглить и скачать для Mac, для PC, пожалуйста, все, есть. Ну, и даже я как бы, я лично, мы с коллегами делали Арчи на базе, с базой в гитхабе, например. Ну, то есть, в принципе, нормальная штука. Ну, мне или мне лично, конечно, немножко там не хватает совместной работы в реальном времени, как есть в мире, но у мира есть свои минусы, да, в ней нет репозиторий, и в ней нет вот этой вот структуры по объектам, поэтому для архитектуры Арчи довольно неплохая штука. Еще, пожалуйста, вопросы. Я вывел наш чат напоследок. Ну, вот он у нас был, не так много всего. Все основные вопросы я озвучивал. Ну, что, коллеги, тогда пожелаю вам хорошего вечера. На этом все.